добрый день я как бы продолжим тему 2 генералиссимусов и вот теперь мы займемся поставлением вот я говорил про наши успехи политики времен воронцова да ну там смотрите мои предыдущие видео и да вот бесконечный безумные провалы разбазаривание раздербанивания великой российской империи с 1917 года эти мерзавцы подонки и марази еще нам говорят что они создали какое-то государство хотя тысячу лет наше государство в общем-то стояла и увеличивалась даже в размерах по крайней мере какое-то время оставалось неизменным и только вот с приходом вот этих вот потому что трудно было сокрушить внешним силам такой гранит вот и только с приходом вот этих мерзавцев могут имеем потеряли латвию джугашвили со всех этих имбецилов которые там себя бьют в пузо выставляет мы не только сдали выигранную войну мы утопили наш флот а вот давайте подумаем вообще что это значит вот когда по велению германии был утоплен наш флот это же не только ущерб того что не дай бог бы союзники проиграли они были близки к этому только русский корпус которого ленин и джугашвили не успели разложить удержал позицию так сказать отбил атаки на париж до парижа оставалось 50 километров один рубок можно сказать и а вот в этой ситуации я хотел бы вот вернуться к такой мысли что отдавать нам внешнюю политику когда вот органы власти напичканы кпсс никами когда вот они ленивые ну а такие как люди как мария захарая они вовсе не делают погоды не сделают покуда ввиду ограниченности ее полномочий и других моментов вот я сейчас не об этом я как вот в отличие от многих блогеров ну или как корреспондентов вот я не люблю блогер да вот как политологов скажем так вот они и что-то констатирует а я всегда говорю что надо делать вот в этой ситуации прежде всего я хотел бы сконцентрировать 22 аспекта для депутатов альтернатива вот смотрите какую думаю правильную позицию занять во первых просто не обращать внимание на заявление их лидеров там всяких там партий там вот эти глав мы не будем мы не хотим налаживать с простыми депутатами диалог второе блоки если будут блокироваться то и блокировать все решения меркели никакого то как бы не должно быть колебаний там неуверенности успех достигнут реальный и нужно уметь воспользоваться и хочу вот какой момент что же какие требования предъявить но все-таки процента 13 он значительный он третье место но только он не определяешь поэтому было бы рассчитывать что альтернативе дойдут рулить его внутренней политики это вряд ли вот нужно поставить такой мне кажется умненькую позицию вот я бы вот как бы на месте альтернативы поставил такой ультиматум хорошо там вы там достигли вот этих супер процентов понабрали там всего ну кстати говоря если не считать иностранцев получивший иностранцев которые проголосовали за меркели даму которые получили гражданство за нее всего там проголосовал это где-то 13 миллионов да вот и вот поэтому было бы несправедливо чтобы эти люди вот ну как бы вот рулили всем и вся вот и надо поставить хотя бы такую дате на возможность влиять на внешне политически и курс страны апреля и прежде всего на отношения с россией что мы хотим вот этим вопросом заняться и если вы будете нам вредить пакостить мешать поганить вот эти отношения то и не можете хоть ядерный взрыв нам дал в ваших проблем все равно понимаете что давало бы альтернативе вот какие преимущества что если бы альтернативе удалось прошибить вот эти отношения до убрать вот этот весь негатив если бы германия и россия пошли на активное сотрудничество то это миллионы миллионы евро может быть миллиарды евро и все это можно было будет потом отразить в отчетах перед избирателем можно будет показать вот показатели до хорошо фиксируются меркели потом будет трудно заболтать все эти вопросы что как она погонила отношения между россией нет как она там поддерживалась с этим бандеровцев вот этих уголовников там пашинского там и и и там прочее да и как парасюка там ну и прочее вот кому и керт имеет а особую такую любовь и называет их там революционерами обыкновенные кстати говоря уголовники вы посмотрите их уголовные дела может и я потом это дам представление кого защищает борис миронов чьи интересы он представляет это же надо знать бывший министр печати ельцин кому он собирается подарить крым вместе с населением вообще-то он милостиво даже разрешает покинуть население вот пациент 2 миллиона людей ограбленных внуками полицаев приедут к нам и нам надо будет помогать акунику никуда не денешься понимаете а вот и вот такое предложение дает как он считает разумный человек и вот мы в этом положении посмотрите вот наша внешняя политика отличается чем что какой-то непоследовательностью вялостью видела текущими мозгами но это все время у то до коммунистов это был и а прикол коммунистов это стало тотально вот таких активных людей как мария захарова которая там ездит в польшу налаживает отношения там сообщена таких людей мало в основном это коммунисты который катается на золотых членовозках едят на золоте спят на золоте граждане там обращается к ним что вот кого-то посадили там в тюрьму в сша парня молодого да хотел оружие наше продвигать продавать вот тут то вот вот чем кончилось вот имя это совершенно не интересно им интересны транши переводы вот это им интересны государственная политика для этих барыг кпсс ников ничего не представляет никакого интереса в то же время я замечу что вот смотрите наша внешняя политика нам объявлена санкционная экономическая война да и объявлены условия отдадите крым станете на колени миронов будет доволен потом обдадите дамбас там в этом устроим резню что хотим сделать тогда все будет по закону тогда все будет как косово этот ужас надо было это было тяжело смотреть просто документальный кадр что натовцы вытворяли с албанской киви животными вот этими и вот этими бандюганами и я хочу сказать что но а кто-нибудь задавался вопрос а если эту войну ведь все говорит любой экономист вот если если болтологов журношлюх убрать которые говорят обратно запад проиграет а он его должен проиграть если вот эти коммунисты нам все не закосячит то есть по всем параметрам него нет у них никаких козырей вообще нету нищие в сырьевом отношении европейские страны объявили нам войну чудесно вы в самой фразе это издумайтесь самый богатый сырьевой стране прекрасно прекрасно давайте дойдем до дна и посмотрим чего там будет в остатке для всякого человека который не дебилует вы а вы вот все эти дебилой до советского зомбоящика утверждали прям обратно а я вот одной формулой показал какие они недоумки и слабоумные или люди действующие по заказу ну на на и пупу пофиг то не такие вот суть в общем а как бы в чем же как бы я видел ну вот что то какие действия у нас тоже условно выставить условия для запада отдать крым чтобы они хозяйничали на территории российской империи чего хотели то делали соглашение подзнамские две подзнамские до ялтинские то есть мусорную корзину как хотим так делим там это мы хозяй мы это не потерпим но будет третья и мировая война будет посмотрим чем будет и а вы уверены чтобы ее выиграете сколько раз мы начинали войны когда преимущество было на стороне противника и каждый раз это кончалось плачевно вот и я вот как раз к тому и виду чтобы это все избежать чтобы это чё трясутся американцы чё трясутся вот эти вот фридманы там всякие там сша там что не дай бог будет соединение интеллектов российского и германская да будет громадный экономический скачок как и россии а германия еще даже в большей степени учитывая что она не отягощена этими джугашвили в цами всяких этими коммунизде колхозе и прочим сбродом я хочу сказать вот надо бы поставить такие условия германии что хорошо если вы даже сняли свои санкции а мы снимать не будет мой снимать не будет пока пока не только будет без визов и место вот просто кудры плюнуть в лицу вальцем мы поставляем извините редкоземельные цветные медь энергоносители еще черти знают какой список кошмарный товаров без чего в принципе не может существовать промышленность наука и европы европы и нам вот ну не такой безвизовый въезд а безвизовый въезд с правом и вот тут мы даем равные права и немцам и русским да что вот чиновник не при можно нельзя работать свободное перемещение ресурсов свободное перемещение рабочей сил я естественно понимаю что германия может опасаться наших коммунистов наших бандитов но это можно решить очень простым способом составить списки вонючих бандюганов каких-нибудь отмороженных так с обоих сторон собой то есть все в равное то есть не просто человеку отказывается посещение а просто обосновывается что это какой-то ну смотрим коммунист бандеровец щекотила да вот член кпсс вот таки кому почему не отказать кпсс ником можно всем отказать составить списки взаимные да мы какие-то уголовные цирушные какие-то элементы со стороны германии могли бы составить списки и вот такие списки можно было бы положить в основу наших отношений вот взаимно вот и таким со способом агреб мы ограничили были бы влияние цирушника в сша через германию так сказать вот и а с другой стороны германии не ведут какие джугашвилевцы колхозники которые бы чё-то мутили безобразничали запакостили что-нибудь захаркали заблевали а чтобы туда въезжали конкретно инженеры ученые которые на промышленность германии бы повлияли какие-нибудь высококлассные рабочие которые могли специалисты вот но она я хотел бы вырыл вывести на петровский уровень взаимодействия чудесный какой у нас был вот именно вот такой когда мы там посылали спец нам посылали специалистов это предельно приносило бы взаимную поль и при этом не надо было спрашивать бы вот такой плюс что при петре еще надо было спрашивать а у нас как бы не надо было и если какой-то германский предприниматель хочет поработать в россии ту и ради бога он не должен спрашивать разрешение наших чиновников и в то же время наш предприниматель хотя бы на для белков это бизнеса мы можем сделать ограничить есть какие-то может быть национальные интересы но если человек какой-то сделал супер машину там да какой-то у него маленькое предприятие почему не позволит это принесет пользу обе как бы странным вот приедет наш какой-то инженер там организм что-то какое-то производство будет новый продукт в россию будет поступление валюты но не просто так а в силу вот этих вот поставить такую я понимаю такую супер цель достаточно трудно заметьте в случае если европа проигрывает вот эту экономичную войну германия это народ выиграет чиновники меркель проиграют при виды до их как говорится понятно что с ними да вот бабла и будут меньше отчислять бизнесмены деловые люди простые граждане не надо будет но посмотрели зюганов и же хочет въехать а зачем вам надо ехать вы же говорите загнивающий запад не надо всем коммунистов мон из германии все вообще бы хорошо бы им запретить все все как говорится покупать вран потому что на покупали себе бурну вот как сказать из стран рыночных ну как они называют буржуазных автомобилей усыпанных алмазами а с какой стати то вы на это какие-то моральные и вообще какие-то права имеете вообще я думаю что не моральных не юридических прав не должно у них быть и права вот решили колхозе коммунию и делать ее до конца вот зюганова проханова бойко там назарова в один колхоз вот какой-нибудь пусть коровник организует покажут всему миру как они умеют не языком болтать а вот реально делать да а потом этот колхозный свинарник будет развиваться все больше больше там скоро там коммунизм наступит или может съедят друг другу там как в кампучи ну посмотрим по крайней мере если они начнут есть друг друга то мы можем как-то вмешаться вовремя на а а может и не надо мишу вот как бы вот в любом случае я как бы вот такие мысли изложил по крайней мере но ожидать что если взглянуть объективно что наши власти начнут активно это наши эти кпсс ники не верю взаимодействовать они будут все нудить мы ничего не вмешиваемся мы дурачки мы не вот такие смотрите мы хорошие на западе а мы не будем говорить чтобы хороший вот я надеюсь на частную инициативу что налаживайте с бизнесменами с депутатами с конкретными физическими лицами самые разнообразные а политики может как в кремле так и бундестаге верещать от ярости нет доставить большое удовольствие всего доброго